День Влюбленных Впервые в газетах Ангарска есть упоминания о 14 февраля, как о празднике Дня Влюбленных. Ровно 20 лет назад, в 1998 году, напечатали следующие строки. Народ в большинстве своем о празднике слышал, но к сведению еще не принял, что не мешает, однако, присоединиться к мнению. Такой праздник необходим. 14 февраля на календаре есть, влюбленных достаточно. Значит, празднику быть. Ну а что, весьма логичные слова. Я в поисках любви ринулась в библиотеку. Не за любовными романами, конечно, а в поисках статей о любви в архивах газет. Ну а вдруг? И решила начать с самого начала, а именно с 50-х годов. Ага-ага, политика, выборы, стратегия, так-так-так, ммм, неужели разговоры о любви? В газете от 1974 года заговорили о симпатии, о девичьей гордости и мужском достоинстве. В школе номер 22 сделали опрос учеников с 8 по 10 класс о моральных качествах парней и девушек. Конечно, девушки хотят видеть рядом с собой рыцарей. Это хорошее желание, а конкретнее говорят так. Юноши должны быть чуткими, отзывчивыми, серьезными и эрудированными, любить и поэзию, и музыку, и спорт. Не бывает таких мужчин. Хотя, как минимум, одного такого знаю. Интрига. А вот парни ответили следующее о том, как должна выглядеть девушка, которую они полюбят. Прежде всего, она должна быть умной, гордой и честной. Современная девушка должна обладать душевной красотой. Соединяем красоту, любовь и молодежь. Получается школьный музей. Странно, не так ли? Но именно так описывается заведение в Саватеевской средней школе в газете от 1978 года. Ученики 9-10 класса любовно оформляют собственный музей. Пополняют его все новыми экспонатами. Здесь много зелени, цветов, уголки, где есть чучело животных, птиц и различных обитателей Сибирской тайги. И все это сделано руками саватеевских школьников. Я, если честно, всегда с какой-то брезгливостью настороженно смотрю на такие экспонаты. Интересно, дети действительно без помощи взрослых делали чучело из животных? Кстати говоря, о помощи. В 1970 году 44 человека безвозмездно сдали кровь нуждающейся работницы школьной библиотеки. Александре Алексеевне Скрипкиной потребовалось дополнительное переливание крови. Родственники девушки обратились к своим коллегам по работе. Конечно, было много благодарности в газете в адрес тех, кто помог маленькой семье. Плюсом, вы же понимаете, что все 44 вида крови не использовались для одной девушки. Эта кровь пополнила запасы станций переливания крови. А как бы я не хотела пополнить эфир любовными статьями, все никак не могла найти таковых в архивах ангарских газет. И вдруг меня осенило. Любовью можно назвать и бережное отношение, и помощь, и благодарность, и добрые дела. Но такие действия освещаются в каждом ежедневном выпуске печатного СМИ. Так выходит, я просто не так смотрела. Заявляю официально, что любовь — это не сопли и слюни, которые пропагандируются в кино и романах. Это особые поступки, совершаемые с благими намерениями по отношению к кому-либо или чему-либо. И на этом мы закончим. Всем искренней любви и помните, любовь — это действия, а не слова.